Действительно есть, с одной стороны, есть давление международных партнеров, это МВФ, это Всемирный банк, это БЕРД в том числе. Были определенные условия. Есть соответствующая карта дорожная, которую они взяли на себя, то есть этот правящий альянс. И есть еще и ситуация экономического кризиса, когда просто нет денег. Содержать все эти школы, больницы, судебные инстанции, районные структуры, нет денег. С другой стороны, выборы на носу, что-то делать надо, надо какую-то вертикаль подстроить власти, надо сконцентрировать ресурсы под себя. И вот они пытаются примирить козла с капустой, то есть, с одной стороны, интересы международных структур и европейских партнеров, назовем их так. С другой стороны, свои непосредственные проблемы решить предвыборные. Почему я это говорю? Потому что вы говорите о сырости реформы и так далее. Действительно, создается впечатление, что сделано наспех, потому что для меня до сих пор непонятно, сколько министерств будут, какие агентства, какие функции. Есть впечатление путаницы в этих функциях, потому что сейчас появляется очень много агентств. К примеру, агентство о санатате публика. Нам непонятно, почему у нее эти функции контроля. Или агентство по внедрению реформ. Вообще непонятно, зачем нужно такое агентство, которое будет заниматься реформой. Да еще во главе с господином Чоканом. То, чем занимается, нужно все правительство. Да, то есть, а зачем тогда правительство, а тогда зачем договор об ассоциации, тогда зачем другие институты и так далее. Вот я об этом говорю. Нам до сих пор непонятно еще статус этих секретарей. Хотя, вроде бы, логично все. В том плане, что когда ПКРМ было у власти, были вице-министры, это были технические функции. То есть, они оставались, они осуществляли преемственность некую. И поэтому, когда приходил новый министр, ему было легче продолжать определенный план действий. Полянс пришел к власти, убрал эту функцию. Убрал в каком плане? Что они политизировали вице-министров. И появлялись у нас в Министерстве обороны ветеринары, в Министерстве юстиции экологистов. Сейчас мы посмотрим, кто будет выступать главами этих министерств. Сейчас, знаете, в чем проблема для меня. Вот я говорю, что у нас есть опасения, что все это делается с одной целью. Кроме вышеназванных, в том числе господином Нитифорчуком, есть еще и цель создать мощную вертикаль под выборы и под себя. Что я имею в виду? Ну, смотрите. Ту самую деполитизацию. Да, эту самую деполитизацию. Вот эти секретари, которые будут за место вице-министров в каждом министерстве, будут подчиняться генеральному секретарю. Тот, в свою очередь, будет подчиняться премьеру-министру. Ну, допустим, мне до сих пор не понятно. Вот меняется власть, да. Приходит, допустим, другой премьер-министр, другая команда и так далее. Что будет с этими секретарями? Я боюсь, допустим, что они скажут, стоит, у нас есть рабочий контракт, допустим, или есть определенный законом, определенный иммунитет статуса. То есть мы должны сохраняться во власти до конца мандата, к примеру. И ты ничего с ними не сможешь сделать. Почему я так говорю? На примере премарии очень хорошо. На примере премарии, к примеру, да, вы обратите внимание, они вышли. Слава Богу, сегодня господин Кипарчук, по-моему, отозвал этот проект, да, согласно которому вот председатель районов выбирает, он может быть не действующим советником. Его не обязательно избирать, да, по районным спискам. Вот пришел совет, советники, и они избирают того, который не будет в СМИ. В общем, господин Кипарчук, понятно, что ничего не понятно, несмотря на то, что... Нет, я вам о другом сейчас говорю. Все пакеты реформ, которые они предложили сегодня и по реформированию правительства, укрепляет, концентрирует власть в руках премьера-министра через вот этих секретарей. То же самое и по реформе, понимаете, в медицинских учреждениях. Ведь сегодня они принимают фактический закон, согласно которому все районные больницы подчиняются уже Министерству здравоохранения. Это что значит? Это наши две вещи. Всех директоров снимают, ставят своих едва, часть больниц закрывается, да. Было 71, они хотят 19 оставить. Без голосования в районном совете. Без голосования в районном совете. Так в этом-то и вся суть, что идет по вертикали, понимаете. То же самое у нас и в школах происходит, когда всех директоров снимают, назначают своих. То есть весь этот пакет законов, он означает еще иное, как концентрацию власти.